Дорогие друзья, я очень рад вас видеть в том составе, в котором вы собрались. Мне с чего хотелось бы начать. Куликово поле обычно ассоциируется всегда с битвой, которая произошла в 1380 году, когда полететь межмосковский Дмитрий Иванович победил войско Мамая. В то же время наш музей-заповедник Куликово поле – это огромная территория. В основном у нас сегодня все музейщики, поэтому я повторяюсь не буду. И хотелось бы сказать, что эта территория постоянно исследуется. Это не только археология, это не только фотографии, это не только этнографические предметы, это, конечно же, люди. И люди, о которых мне хотелось бы сегодня рассказать, и начать со столицы Куликово поле – Епифань. И о тех людях, которые прославили Епифань, конечно же, наше Куликово поле. В общем-то, планирую я так. Первая часть сегодня – это дореволюционный период, мы с этими людьми познакомимся. А вторая часть через две недели, значит, там уже в советский период мы с ним познакомимся, значит, и будем об этом говорить. Итак, Аркадий Александрович Челудов. Ну, я буду так говорить. Люди, которые прославили, скажем, свою местность, наш регион, то есть район или уезд по-старому, вот, в губернию или в область нашу Тульскую, а может быть, они прославились и по всей нашей Российской империи, Советскому Союзу или Российской Федерации сегодняшней. Итак, Аркадий Александрович Челудов, епифанский купец, ну, потом Мещанин он писался, тоже тем он знаменит. Он один из лучших шашистов, один из сильнейших шашистов дореволюционной России, конца 19-го, начала 20-го века. Сразу хочется сказать, что шашки в Епифане были очень популярны. И даже вот, когда говорили со старожилами в Епифане, они рассказывали, что еще в 50-е, 60-е годы там же основная масса своих дома, и вот люди на завалинке, там скамейки какой-то, столик стоят, и сидели, играли в шашки. То есть это не возникло в советский период, а шашки были популярны еще в дореволюционный период. И вот Аркадий Александрович в 13 лет увлекся уже с шашками по-настоящему. Научил его дядя Никифор Хсенофонтович Оводов. И вот первые азы он получил от него, научился играть. Но уже, когда ему было лет 20, уже равных Епифане ему не было, он стал выезжать по торговым делам в Москву, где встречался с лучшими шашистами того временной России, такими как граф Воронцов, Каулин. И вот он совершенствовал, оттачил свое шашечное мастерство. И, ну, естественно, принимал в различных турнирах участие. Знаете, интересно, что? В первом турнире участвовало всего 8 человек. Четверо представляли Москву. Один Санкт-Петербург, один Киев и два небольшой уездной, ну, можно сказать, даже маленький уездной город Епифан. В этом турнире он занял третье место. В следующем турнире был четвертым, а в третьем турнире из 14 участников было три Епифанца. Вот. Значит, в этом турнире он занял второе место, поделил второе и третье места. Я сейчас зачитаю один моментик, и у меня есть несколько, так сказать, слов о нем. Да. Но наибольших, это вот игра за доской. Мне когда задали вопрос, а что такое заочный турнир или по переписке? Когда написал ход и послал, скажем, в Читу. Представляете, как почта работала? Когда обратный ход пришел. Вот это называлось по переписке. Именно в этой игре Аркадий Александрович достиг наибольшего успеха. Во втором турнире он стал победителем. Третьим был вторым, вторым. А в четвертый турнир он был очень крупномасштабный такой. В нем участвовали лучшие силы шашистов всей России. А географический охват был от Варшавы до Владивостока. То есть вся Россия участвовала. И всего было около 80 человек. И вот он победил в этом турнире. И вот в 1899 году в журнале «Шашки» номер 19 Бадянский писал. С уверенностью можно сказать, что при внимательном отношении к игре Оводов не уступил никому из русских игроков. Как это он и доказывал неоднократно. А шашист Иовлев сочинил для него приветствие. «Хвала тебе, шашист, любитель, прими мой дружеский привет, да здравствует мой победитель, да здравствует нам много лет». И так далее. Я не буду долго рассказать. То есть человек, который был любим многими своими современниками. И вот эту успешную игру в шашки он сочетал с огромной общественной работой. Он избирался в гласной городской Епифанской думы. Был председателем попечительства главного храма Епифания Иконского собора. А уже в 1931 году Старостин в журнале «Шахматный шашечный» Альманах писал. «В высшей степени деликатный, веселый и остроумный. Он невольно завоевывал симпатии всех, кто с ним сталкивался более или менее близко». Аркадий Александрович умер в возрасте 56 лет. В 1912 году. В журнале, в литературном приложении журнал «Унива» было написано. 8 сентября в Епифании скончался Аркадий Александрович Оводов. Один из сильнейших шашечных игроков России. Он участвовал во многих турнирах и в матчах по переписке, и за доской, и всегда с выдающимися успехами. К сожалению, похороненному Епифанию, к сожалению, место для его захоронения неизвестно, не установлено. Но о знаменитом Епифации помнят и современные, особенно в мире шашек. И вот с 1992 года по 2004 год было проведено 10 турниров, в том числе при переписке, а потом ночные. Причем в организации последних трех турниров принимал участие и музей-заповедник Куликово поле в организации проведения. Но последний турнир 2004 года, это был, конечно, применю такое слово «супер», когда в нем приняли участие 20 человек. Из них 7 международных ростмейстеров, чемпион мира и 4 бывших чемпиона мира. И статус этого турнира был международным, потому что кроме россиян приехали на эти соревнования гости из Украины и Белоруссии. Но, к сожалению, организатор этих турниров Михаил Иванович Романов умер буквально в следующем году, и это прекратилось. Но все-таки традицию мы стараемся поддерживать. И турнир такой среди детей проводится. Сначала мы Епифанцев как-то собирали в 2006 году, потом года 4 назад там еще проводили. А вот на 27-й ровно через месяц, 27 октября, будет проводиться турнир памяти Аркадия Александровича Уводова, куда приедут в основном школьники. Не то, что в основном, это приедут школьники, 3 возрастные группы. Причем ожидаем властей из Тулы, Тульской области, Рязани, Орла и Калуги. Так что вот такой турнир будет проводиться памяти Аркадия Александровича Уводова. Вот я бы сказал, что этот человек, эта личность всероссийского масштаба, хотя бы даже специфическая для шашистов. И от него осталось такое наследство, конечно, как название парки. Начало Калу Уводова, Городская Уводова, обратная Городская Уводова. То есть вот такой человек вырос на нашей Епифанской земле. Его четвероюродный брат и ровесник, тоже 1856 года рождения, Арсений Петрович Уводов. Ну, знаете, человек, ну, без ложной скромности скажу, которого, в общем-то, я раскрутил. Вот. Получилось просто так интересно. Сначала я нашел его могилу, потом, значит, потом Уводов живет в узловой перфилье, жил, к сожалению, в этом году умер, Георгий Александрович. Он нашел спонсор, который поставил там памятник. Мы использовали вот эту фотографию. А в фондах нашего музея, вернее, в компьютерном отделе, сделали как раз вот эту фотографию, которая слева. А я нашел ее овальную, она висела на ограде. Вот. И вот чем же тоже знаменит Арсений Петрович Уводов? Это личность, он тоже епифанский купец, но потом он стал, ну, можно сказать, активно участвовал в общественной работе, в том числе в Епифане, в Епифанском уезде. Очень активно участвовал в этой работе. И, в общем-то, когда в 2010 году умерла их мама, их было три брата всего, Синафон Петрович, кстати, городской голова был в Епифане, Арсений Петрович второй и третий Сергей Петрович. И вот, когда умерла мама, соответственно, стали делить наследство. И они, учитывая то, что Арсений Петрович очень здорово рассекал математики, извините за такое слово, они увидели в нем конкурента. И поэтому старший, семнадцатый брат, ему выделили два домовладения, ну, крутых, извините за такое слово, крутых домовладения в Епифане, и при условии, чтобы он торговлей не занимался. И он ушел, ну, я скажу так, в государственную службу, в общем, дослужился до Губерского секретаря. Но он избирался гласным городской думы, был гласным уездного земского собрания, затем активно участвовал в работе управы земской, был членом четырех присутствий. Ну, присутствие это как комитет, по современному выразиться. Вот. Ну и, конечно, самое главное его были достоинства. Он был попечителем женского и мужского училищ Епифанских, членом комитета Красного Креста, и, самое главное, был старостой и старостой Успенской церкви города Епифане. Ну и несколько, сначала скажу несколько слов по семье. Значит, первая жена была дочь Ефремовского купца. Она заболела, у нее была, ну, как тогда говорили, чахотка. Вот. И она, соответственно, через некоторое время она умерла. Дети у них сделались, трое или четверть детей, все они были не жизнеспособны. И они, соответственно, умерли тоже. И тогда, когда ему уже было 50 лет почти, он женится во второй раз на дочери Крапивинского купца Марьи Николаевне Пряничковой. Первая дочь у них тоже умерла, он очень был расстроен, но потом родились четверо здоровых детей, две дочери и два сына. Вот. К сожалению, до сих пор жив только один внук от него, его наследник, так сказать, Владимир Сергеевич Логолев, доктор философских наук, преподаватель Московского государственного Института международных отношений, ГИМО. Вот. Был я у него там в гостях, ГИМО, так пообщались мы очень. Вот. И еще одна фотография, как раз на верхней фотографии, он пописитель женского училища, 1910 год. Нижняя фотография как раз Дума. Ну, на верхней, вы наверняка его узнали, потому что там сидит начальница гимназии, Елена Марковна Соловьева, батюшка, Иван Васильевич Благодатский, и слева он. Вот. А здесь вот я указочек показываю. Обратите внимание, что у него на шее две медали. И вот он заслужил эти награды. Три серебряных за усердие и одна золотая. Вот как раз золотая на Анинской ленте вы видите справа с изображением Николая II и на Владимирской ленте серебряная слева. Вот. И дальнейшая его жизнь сложилась так. Да, кроме этого он был награжден орденом Святого Станислава Четвертой степени, которая давала право на личное почетное дворянство. То есть он уже был почетный дворянин. Ну, потом свершилась Октябрьская революция, или там, как называют, Октябрьский переворот. Вот. Естественно, все люди, которые наиболее состоятельные, по всей стране, также в Епифане, и произошел такой момент, когда армия Деникина подходила к Епифане, прошел слух, что всех богатых состоятельных людей сначала арестуют, возьмут заложники, а потом, возможно, и расстреляют. Но расстреляют большевики, значит, если вдруг придется оставить Епифанию. Вот. И он по совету родственников, ну, я скажу так, сбежал к Куркину, соседнее село. Вот. Там провел два года, потом вернулся, период НЭПа начинается, он попытался вместе с женой опять торговать, а что он еще умел? Заниматься государственной деятельностью, да, вот торговать, вот, поэтому вынужден был торговать, дел не пошло, и так далее. Вот. И вот в 1927 году он умер от пневмонии, похоронен в Епифании, рядом с общедами храма восстановления главы Иоанна Третьей, что на кладбище находится. И, в общем-то, вот тут, конечно, мне хотелось бы сказать, что он огромнейшее дело сделал, как староста Успенской церкви. Вот тут уже не отнять. Он и делал пожертвования значительные, где-то в районе более 3 тысячи рублей. Вы представляете, что такое 3 тысячи рублей? Это очень довольно-таки была приличная сумма. Для сравнения скажу, что учитель в месяц получал 25-40 тысяч, в зависимости от квалификации своей. Ну, в мужском, конечно, в городском училище там получали где-то под 50-60 тысяч, а вот такие вот учителя сельские примерно имели такую зарплату.